МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 45-й американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать своим твиттер пользователей. В Гуантанамо закрыли самый засекреченный объект. Спустя три месяца после беспорядка в Капитолии около половины республиканцев считает этот инцидент 6 января, преимущественно мирной акцией протеста. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в правление украинской газодобывающей компании Буризма. Верховный суд вынес решение в пользу Google в патентном споре с Oracle Corp о правах на Джава. По итогам первого квартала 2021 года компания Тесла выпустила рекордные 180 338 и отгрузила 184 800 электромобилей. В штате Алабама неизвестные открыли стрельбу в парке. В результате погибла женщина. Трехлетняя девочка погибла при падении в канализационный люк в кемпинге в штате Нью-Джерси. Морскую учебную мину вывросила прибоем на пляж курортного городка во Флориде. Фильм «Годзилла против Конго» заработал 48,5 миллионов долларов за первые пять дней после премьеры в Северной Америке. И киноработа «Судно Чикагской семеркой» получила главную премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в кивыгровом кино. Туристы вблизи города Данпоинт, штат Калифорния, сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов. И для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно на несколько градусов понизить температуру в спальне. Эти темы мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Соединенные Штаты в понедельник исключили из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда, ограничения на которых были наложены в сентябре прошлого года администрацией бывшего президента Трампа. Об этом сообщается на сайте Минфина. В списке исключенных и сперечных людей значатся два лица. Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факиса Мачучоку. О снятии санкций с Международного уголовного суда заявил 2 апреля госсекретарь Энтони Блинкен. Указ, позволяющий вводить санкции в отношении суда, был подписан экс-президентом Трампом в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуда и Мачучоку Министерство финансов США, как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа, объявило в минувшем сентябре. Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 45-й президент Трамп не имеет права блокировать в своем твиттере пользователей, которые оставляют комментарии с критикой в его адрес. Об этом говорится в распространенном постановлении. Мне, правда, эта тема сегодня кажется странной, поскольку Трамп твиттером не пользуется, справедливо утверждая, что твиттер ввел против него цензуру. Он был исключен в свое время из твиттера. Ранее апелляционный суд второго округа США, это штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт, оставил в силе постановление суда низшей инстанции о том, что Трамп не имеет права блокировать в своем твиттере пользователей, которые оставляют критические, мягко говоря, комментарии в его адрес. В августе прошлого года Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой отменить данное решение. Учетная запись Трампа в Твиттере была заблокирована в последние недели. Напомню вам, его пребывание на посту президента. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой Вашингтонской администрации, вошли в Конгресс, из чего СМИ и демократы раздули тему мятежа. Им бы хотелось добавить вооруженного, но ни у кого из тех, кто проник в Капитолии, оружия не оказалось. Теперь давайте о самом деле. Соответствующий иск был подан в июле 2017 года семью заблокированными Трампом пользователями Твиттер, а также правозащитной организацией под названием Night First Amendment Institute, существующий при Колумбийском университете. В этом иске утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положение первой поправки в Конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражение протеста. В иске ответчиком, в котором, помимо Трампа, также значился уже бывший помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавина. Блокировка пользователей сравнивалась с антиконституционной, как сказано, попыткой подавления инакомыслия. То есть заблокировать аккаунт Трампа в Твиттере – это не нарушение первой поправки, а удалять хамские, оскорбительные комментарии – это подавление инакомыслия. Рассмотрев дело, судья Наоми Бакволд встала на защиту ИСОВ, естественно, это рассматривалось в Нью-Йорке. После этого Трампу пришлось разблокировать в своем Твиттере тех подписчиков, которые подали совместный иск, а точнее тех, кто постоянно оскорблял Трампа на его же странице в Твиттере. Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Твиттере, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Трамп уделял повышенное внимание соцсетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Ранее он заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности, он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Но есть другой случай, когда кандидат президента не выходил из своего подвала, Твиттером не пользовался, да и до сих пор не пользуется и стал президентом. В Гуантанамо закрыли самый засекреченный объект. Все содержавшиеся в самом засекреченном объекте тюрьмы Гуантанамо лагерь 7. Заключенные были переведены в другой блок. Существование лагеря 7, также известного как лагерь Платину, держалось в тайне на протяжении двух лет после его создания в 2006 году. Отмечается, что в этом лагере находились особо ценные заключенные. Как говорится в заявлении Южного командования вооруженных сил США, заключенные из лагеря 7 переведены в соседний лагерь 5. Теперь все заключенные Гуантанамо содержатся только на двух объектах. Раньше их было три. Подчеркивается, что изменения не ставят под угрозу защиту сил и их безопасность или миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного обращения с заключенными. Командование не сообщило, какое число заключенных содержалось в лагере 7. По данным Associated Press, военные на протяжении долгого времени отказывались даже признавать местонахождение лагеря 7 на базе и никогда не позволяли журналистам проникать внутрь объекта. 13 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о намерении администрации США закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо. В январе 2017 года предыдущий американский президент Трамп заявил о решении отменить указ предшественника Барака Обамы о закрытии объекта. Спецтюрьма находится на арендуемом американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 километрах от одноименного города. В 1990-е там располагался фильтрационный лагерь для беженцев с Гаити и Кубы, пытавшихся перебраться в Соединенные Штаты. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС принял Пентагон в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша-младшего. Всего через Гуантанамо прошли 775 заключенных, большинство из них так и не предстало перед судом. В настоящее время там остались лишь 40 заключенных. В свое время Барак Обама хотел действительно закрыть эту тюрьму, но куда их перевести заключенных, никто внутри Соединенных Штатов не согласился их брать. Так что там возникла большая проблема. Посмотрим, как будет ее решать Байден. Спустя три месяца после беспорядка в Капитолии около половины республиканцев считают этот инцидент преимущественно мирной акцией протеста или провокацией левых активистов, пытающихся выставить экс-президента Трампа в дурном свете. Об этом свидетельствует новый опрос Reuters Absos. Как показал опрос, проведенный 30 и 31 марта, шесть из десяти республиканцев также верят утверждениям Трампа о том, что результаты ноябрьских президентских выборов были сфальсифицированы. Столько же респондентов-республиканцев считают, что Трамп должен снова баллотироваться в 2024 году. В недавнем интервью Fox News Трамп сказал, что участники беспорядка в Капитолии не представляли никакой угрозы. Другие видные республиканцы, такие как сенатор Рон Джонсон из Висконсина, публично выражали сомнения в том, что за беспорядками действительно стояли сторонники Трампа. В прошлом месяце 12 республиканцев в Палате представителей проголосовали против резолюции в честь полицейских Капитолия, которые защищали территорию во время беспорядков. Один из конгрессменов заявил, что возражает против использования слова «мятеж» для описания инцидента. Наши либеральные демократические СМИ только так и говорят сегодня о 6 января. Это был мятеж. Мятеж, в котором ни одного вооруженного человека не было. Опрос Рейтерс Апсос показывает, что многие рядовые республиканцы верят в такую трактовку событий. Если среди всех американцев 59% считают, что Трамп несет определенную ответственность за нападение, то среди республиканцев такого мнения придерживаются лишь 3 из 10. 8 из 10 демократов и 6 из 10 независимых избирателей не согласны с утверждениями, что штурм Капитолия был преимуществом мирной акции или был организован левыми силами. Опрос также показал, что Трамп остается самой популярной фигурой в республиканской партии. 8 из 10 республиканцев продолжают придерживаться благоприятного мнения о нем. При этом среди независимых избирателей лишь 3 из 10 положительно относятся к Трампу, что является одним из самых низких показателей с момента его инаугурации. Опрос Reuters Ipsos проводился онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие тысяча пять человек. Доверительный интервал опроса составляет около 4% пунктов. Сын президента Джо Байдена, Хантер, заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в правление украинской газодобывающей компании «Буризма», из-за которого позднее разгорелся скандал. Однако он утверждает, что не подумал о последствиях, которые оно принесет. Цитирую. «Нет, я не думаю, что совершил ошибку, заняв место в правлении», сказал он в интервью телекомпании CBS. «Я думаю, что я сделал ошибку в том плане, что я недооценил то, как это будет использовано против меня», подчеркнул сын нынешнего американского лидера. Хантер Байден заверил журналистку телеканала в том, что не мог в тот момент предвидеть последующий скандал. «Я действительно не мог, я говорю сейчас настолько честно, насколько это возможно», заявил честный Хантер Байден. «Но я могу сказать вам, что ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня. Никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так, или же мой отец что-то сделал не так». На голубом глазу сказал Хантер Байден. Хотя велось следствие, хотя известно масса фактов, но оказывается, никто не приходил к выводу, что Хантер Байден сделал что-то не так. В администрации 44-го президента Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему тогда пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в США в 2020 году демократ Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканская партия заостряла внимание на том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении буризма. В ее правление в 2014 году вошел Хантер Байден. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановили. Республиканцы в США подчеркивали, что Хантеру Байдену и в буризм оплатили до 50 тысяч долларов в месяц. 50 тысяч долларов в месяц. Это зарплата 600 тысяч долларов в год. Хотя Байден при этом не имел Хантера никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Самые они, естественно, это отрицают. В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, содержавшая на предположительно принадлежавшем ему лаптопе, который был сдан в ремонт в Делавери. В этом штате проживают Байдены. Из переписки следует, в частности, что Хантер Байден мог организовать для представителя буризма встречу со своим отцом, в то время как последний был вице-президентом США. В другом послании у Байдена-младшего спрашивали совета по поводу того, каким образом можно использовать его влияние от лица компании буризма. Ну, естественно, и папа нынешний президент, и Хантера замечательный, честный человек, они все это отрицают. Ну, а при нынешней администрации такое ощущение, что ничему ход дальше дан и не будет, никакому расследованию. Хотя говорят о том, что ведется расследование, якобы, я думаю, что все это разговоры так, для того, чтобы отвлечь внимание. Верховный суд вынес решение в пользу Google, входит в холдинг Alphabet Inc. в патентном споре с Oracle Corp. о правах на Java и об использовании этой программной платформы в операционной системе Android. Суд отменил решение суда низшей инстанции, в котором говорилось о нарушении авторских прав со стороны Google, и заявил, что частичное копирование кодов Java является добросовестным использованием. Oracle обвинила Google в незаконном копировании более 11 тысяч срок кода Java API для разработки OOC Android, на котором работает более 2 миллиардов мобильных устройств по всему миру. Oracle требовала от Google возмещения убытков в размере 9 миллиардов долларов в связи с недополучением дохода от программного обеспечения Java, отмечает Wall Street Journal. Google указывали на то, что те элементы Java, которые она использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав. Платформа Google выросла, ее рыночная власть усилилась, барьеры для входа стали выше, а способность конкурировать ниже, так говорится в заявлении Oracle. Они украли Java и 10 лет вели судебные тяжбы, как это может делать только монополист. Именно поэтому регулирующие органы по всему миру и в США изучают методы ведения бизнеса Google. Google не ответил на запросы о комментариях. Java была разработана компанией Sun Microsystems и вышла на рынок в 1995 году. В 2009 году Sun Microsystems была поглощена Oracle. Дамы и господа, мы прервемся на рекламную паузу.